Впервые всем известная «Куполинку» прозвучала как фрагмент музыкального сопровождения одноименного спектакля. В этом году известному произведению исполнилось 100 лет. Слова песни знакомы каждому, а исполнение даже у любителей всегда идет от сердца. Благодаря инициативе брестских гвардейцев она раздалась и на полигоне. На поиски волшебного цветка военнослужащие отправились вместе со своими родными. На праздник армейцы пригласили матерей и девушек, для которых подготовили национальные костюмы. Я пригласил сюда самого важного человека в моей жизни, можно сказать, это моя мама. Очень был рад встрече, даже как-то засмущался. И я рад, что она приехала и поучаствует в этом мероприятии. Говорят, что ночь на Ивана Купалу сближает тех, кому суждено быть рядом. Такой же эффект дает расставание с родными на время службы в армии. Матери сыновей, которые прямо сейчас носят форму, подтверждают. Он чаще стал мне объясняться в любви. Он очень меня любит. Он постоянно ценит то, что раньше не ценил. Он это увидел в армии. Я даже стала гордиться этим, что он не забыл маму, пригласил. Мне вообще самое очень интересное, как у них проходит их армейская жизнь. Это же не только серьезные моменты. Есть еще моменты, которые более просто жизненные, человеческие. В обычное время полигонная романтика молодых воинов выглядит иначе. Это боевая учеба, которая требует серьезной отдачи и собранности. Постоянная жизнь в поле. Полигонная романтика. То есть ты постоянно в движении находишься. Никогда нет такого, что ты там сидишь месяц в расположении. Это что-то интересное. Сегодня ты тут спил на боевой деру, завтра ты уехал по тревоге, например. Постоянный стрельб, крышки с парашютом. Похоже, ребята отыскали нечто большее, чем волшебный цветок. Магия и атмосфера особенного вечера останется в их памяти и дембельском альбоме навсегда. Юлия Олексенко, Роман Тарасевич, телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова